Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Oblivion. Мы находимся в Короле в последней серии, мы закончили детективное расследование по поводу похищенной картины графини, в результате чего могли вывести на чистую воду девушку Шанель, то есть придворного мага, который, как оказалось, по сути, я это произвести преступление, это толком не считаю, потому что она похитила картину, которую нарисовала сама, картину любимого графа. Я не стал уводить ее на чистую воду перед графиней, графиня сказала, что, мол, все, окей, вор уже ушел из замка, поэтому давайте посмотрим, что нам скажет Шанель, поблагодарить нас как-нибудь. Попкоп иногда бывает благородным, хотя в основном, конечно, это просто... В основном, это, конечно, просто наглейшая скотина. Так. Хорошо. Шанель куда-то ушла. Я думаю, она где-то во внутреннем дворике, раз ее тут нет. Так, ну и после этого мы двинемся... Тут где? Очень странно здесь было, кстати, то, что мы ходили около охранников, и они время от времени просто падали замертво. Я так и не понял, что это было. Это было реально очень страшно. Опять ты? Просто идешь, и люди начинают падать. Я бесконечно благодарна тебе, рада видеть. Привет. Словами не описать ту радость, что переполняет меня. Тысячи благодарностей, друг мой. Я не богата, но хотела бы отплатить за твое благородство. Вернись ко мне через три недели, и у меня будет готова для тебя особенная картина. Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать. Хорошо. Ну ладно. Удачи тебе. Может, наши пути еще пересекутся, друг мой? Пока. Неплохая дама. Короче говоря, по сути, здесь говорили, что нужно как можно больше городов. А, это ты? Уговорить и оказывать поддержку в обороне Брумы. Так как Мартин собирается открывать там врата, и реально будет какая-то эпичная битва. Я даже думал, что, возможно, это будет финальная битва основной сюжетной кампании. Но в итоге, походу, это не так, потому что в комментариях написали противоположное. Ну, это слепое прохождение, удивительно. Временами тут накал эпичности такой, что кажется, что это уже финал. Ну, короче, я к чему веду. Мы не будем проходить абсолютно все квесты, то есть не будем закрывать практически все врата около городов, потому что это просто необязательно. Сейчас сходим еще в какой-нибудь город, а после этого уже будем заниматься Брумой. Погода пакостная. Кошмар. То есть переночуем в местной лачуге. Хотя, в принципе, в такую погоду можно уже отправляться в дорогу. Не знаю, посмотрим, как тут общие люди. Это место вызывает у меня теплые воспоминания, потому что здесь мы в свое время встретили несколько приятных людей. И куча интересных квестов. Человек. Что ты хочешь? Я хочу постель. У меня есть свободная комната, если ты хочешь снять ее на ночь. Десять золотых. Тебе это интересно? Я сниму комнату. Это комната твоя на ночь. Она находится вверх по лестнице. Давай, пока. Пока. Ну, короче говоря, сейчас мы пойдем... Я даже не знаю, в Чейдингхоле может сходить, потому что там какое-то мутное правительство. Может, мы заодно и займемся с ними. Блин, лачуга, конечно. В шкафу каком-то спим. Короче говоря, в Чейдингхоле будет, я думаю, интересно. Ну и кроме того, это один из моих любимых городов. Там еще подпишем местное правительство на... Подожди, а у нас еще внизу где-то нам ждали поддержку и рыцарство. Титул Белого Рыцаря. Как там город-то назывался? Лей-Явин, что ли? Наверное, лучше туда пойдем сейчас. Поговорим с местным управителем, потому что там у нас с ним уже связь налажена. И я думаю, это будет гораздо проще. Ну и кроме того, я там давно не был. Посмотрим на мазогу, если попадем как-нибудь в ту хижину. Кто-то пишет, что, мол, у многих, блин, не распогодилось ни капли. Ну ладно. Кто-то пишет, что ко мне плохое отношение у окружающих из-за того, что, мол, глюканул мой стат. Как я и говорил, у меня после некоторых событий были глюки. И в результате я вместо вампира стал обычным человеком. Говорит, что, возможно, меня до сих пор кто-то считает вампиром. Это не так. Меня считают таким плохим человеком не только из-за этого. А еще и потому, что я слышащий темного братства. Это тоже не очень хорошо влияет на карму. Меня, в принципе, устраивает. Кого нужно, я могу купить. Блин, погода просто какая-то, я не знаю, беда. Очень темно. Давайте, я не знаю, ночевать-то не обязательно. Просто постоим тут, подождем утра, потому что с такой погодой мы офигеем. Тут все сейчас будут спать, и мы вообще нифига не увидим. Ну и будем надеяться, что дождь пройдет наконец уже. Да, мне путешествие, так подумать, это Скорол и через весь Кердию, или Сиродил, как некоторые называют. Я считаю, что оба названия, в принципе, ничего страшного. Хоть так говорят, хоть и так. О, погода наладилась. А то, когда я сказал Сиродил, у кого-то там был реально бадхер. Ничего, бывает. Красивая игрушка стала, да, с этим Нью-Любей? Постоянно засветы идут, но в целом картинка реально облагородилась очень сильно. Практически Скайрим. Хотя там, конечно, такой растительности не наблюдается практически нигде. Здесь только в южных землях, вот около Рифтона. Вот здесь я помню, от хижины к хижине бегал вампиром. Меня дико жгло, и вообще все было очень плохо. А здесь я убивал начальника стража. Это тоже заняло очень много времени, и были серьезные проблемы с этим. В итоге я убегал из города в панике. Надеюсь, они забыли уже об этом. Потому что после этого мы выполняли неплохие квесты. Да, вроде должно все нормально быть. Ну, здравствуйте. Ребятушки. А здесь поприличнее обстановка, да, чем в Короле. Так. Все, кто нужно на местах. Здравствуйте, мужчина. Как идут бои? Как продвигается твоя кампания по истреблению недобитых бандитов черного лука? Сэр, рыцарь. А ты знаешь, на самом деле я уже забил на нее. Мне не очень интересно. Я лучше, знаешь, по какому поводу с тобой поговорю. Броме помощь нужна. Лея Вин осажден врагами. Империя ничего не делает, чтобы помочь нам. Даже до начала кризиса у меня не хватало людей для охраны границ. Теперь же Дейдра, выползающая из врат Обливиона, уже у нашего порога. Нет. Я не могу дать людей. Броме придется рассчитывать на собственные силы. Хорошо. Так, ну, получается... Удачного тебе дня, сэр, рыцарь. И вам, достопочтенный лорд. Всего хорошего. Как дела? Миры дела. Так, ну что, я думаю, нужно закрыть врата Обливиона. После этого они будут обращаться со мной получше. Так что сегодня мы займемся этим. Сначала их найдем. Привет. Какой персонаж ловкий. Блин, персонаж реально очень круто прокачан. Мне прям нравится, наслаждение вызывает. Вот Сиродил написано, кстати говоря. Когда я к воротам подошел. Поэтому здесь можно и так, и так. То есть, понятно, что венрарно называть его Кередиил. Но я не вижу ничего страшного. И в небольшом коверканем название. Так, хорошо, давайте осматриваться. Входим в стелс-режим. Я думал о том, чтобы взять с собой напарника все-таки с темного братства. Но потом понял, что он будет меня только тормозить. Тем более, что здесь покажется... Ну, он реально уродливый. И харизматичных напарников я пока не наблюдал. Красивые места. Здесь реально надо будет купить дом. Очень красиво. Кто меня заметил? Скамп. Ах, прям лицом поймал. Еще кто? Вроде больше никого пока не видать. Японо, мать! Да тут этих врат. Как у дурачков-антиков. Офигеть. Так, ну что, будем работать. Я думаю, одни врата закроем. Если его это успокоит, то хорошо. Если не успокоит, то мы займемся маленько другим делом. Потому что чисто обливиен это... Реально начнет надоедать очень быстро. Так, игра почему-то приторможишь. Бедная стража. Лошадь убили. Часового. Все плохо. Ну ладно, пойдем. Я считаю, это будет интересно. Я не знаю, после того, как сложность вернулась на круги своя, сейчас я по умолчанию играть стала интереснее. До эдра. Опять вы. Вроде спокойно. Вообще Dreamoro. О, какой тяжелый. Ну а красивый, да? Красиво у них это обмундирование, оно какое-то такое реально опасное такое. Да нафиг. А вот и оно. Путь, я смотрю, будет не близкий. Мрачновато тут. Давайте сохранимся. Здесь, я смотрю, пытались прорваться, ничего у них не получилось. Что неудивительно на самом деле. Что это было. Офигеть. Офигеть. Так, куда мы заходить не будем. Наша главная цель закрыть эти врата. Насколько я успел увидеть, вместо мобливия ничего хорошего, как правило, не бывает. Здесь только проблем на свою задницу найдем. Хотя, выбора-то у нас особого нет. Придется идти по подземельям, похоже. Потому что другой дороги я не вижу. Если только по этой лаве, ну... Ни фига. Ни фига вообще. Да? И, видимо, где-то вон там. Хорошо, пойдем. Не будем медлить. Кстати говоря, я знаю про сигильные камни, но я их пока не вкачиваю. Я хочу найти какое-нибудь хорошее обмандирование, в котором реально буду ходить всю игру, и уже там разберусь с сигильными камнями. Я знаю, что они у меня лежат, что они серьезно улучшают все. Просто пока коплю. Кто? А это вы? Харада. Полезно. Так, и куда мне идти? А, вот, смотри. То есть, назад пути не будет, да? Окей. Отран нахи. Да блин, это просто образец меткости. Так, хорошо. После переустановки надо будет настроить... Не нужно. Надо будет настроить... Чувствительность мыши, потому что опять не в моей ставит. Какой-то на мать задел все-таки. Вот тебя-то мне и не хватало. Толстый, товарищ. Я снимаю шибани с ног. Все могло бы кончиться иначе. Давай падай. Так, ну стрелы на них неплохо уходят, я бы сказал. Но пока все в пределах разумного. Острел у нас хватает. Давай выход, покажись уже. Я ненавижу это место. Отстой. Долбаный гонщик. Мда. Среди прочего, хочу отметить... Многие говорят, установи мод на убирание стрел в колчан. Ну, помимо тех, которые каждую серию пишут, что типа убрать стрелу в колчан точно так же, как с Карин. Конечно. По поводу моды, который добавляет функцию убирания стрел в колчан, то есть снятия их с тетилы. Ни один, и ни два, и ни три человека мне писали в личку, что после этого игра начинает вылетать. Очень у многих и очень часто. Для меня человек, который с большим трудом добился стабильной работы обливин на моей системе, как-то на современных машинах часто очень не очень работает. Это как-то не вариант. Поэтому я лучше буду отстреливать уже занесенную стрелу в пол, и потом подбирать отстрелу. Мне так будет спокойнее. О-хо-хо, здрасте. Здрасте, здрасте. Падай. Как я не попал? Так, окей. Да. Кто-то еще пишет, что нужно зайти в каком-то городе у нас гильдия магов. То ли в Ангеле, то ли еще где. И прокачать себе науки восстановления. Я считаю, что потом... Ну, слышится, человек-сосед опять проснулся. Это просто невероятно. Как мы ржали в комментариях, кто где. В комментариях к Metal Gear и к той серии. Но он не прекращает. Не на день вообще. Каждый день что-то происходит. Окей. Я уже просто хочу выбраться из этого места. Это мы еще даже не дошли до башни Обливиана. Мы просто ходим где-то в потьмах. И постоянно натыкаемся на такие вот тупички. Где вообще ничего нет. Ничего, ребят, сейчас выберемся. Не впервые. Когти. Ну да, возьмем. Надо будет их потом продать кому-нибудь. Потому что у меня такого уже хватает. Блин, я надеялся, что мы уже куда-нибудь поближе к выходу. Так, налево или направо. Справа слышны какие-то огненные отранах, по-моему. А, нет, слева. И справа. Лежать. Так, ну я чувствую, нам куда-то вот сюда. А, нет. Здесь, по сути, только кокон. Пустой, правда. Так, ну, неплохо. Стоило того. Уже не зря сходили. Ну и что, получается... Туда дорога? Но это мы сейчас выйдем на второго отранаха. Видимо, надо было все-таки в ту сторону идти. Отлично. Неподатливая кераса. Легкие доспехи, сопротивление обычному оружию. 11. Ну, на самом деле, так себе. Но... Ради денег стоит взять, я считаю. Вообще, что-то в последнее время крепнет уверенность, что я с этой соловьиной броней останусь, потому что она просто тупо неплоха и очень хорошо выглядит. Опять ты. Спокойно. Две вернули, уже хорошо. Так, ну где же выход? На полно мать. Вот тебя только не хватало. Короче, валим, валим и валим. Ну, теперь с ними полегче, да, так? Просто вспомню, как аж передергивают, как мы с ними воевали. Это пипец был. Когда одна штука могла тебя реально там с двух ударов убить. А ты ее. Ударов с 30. Это было не смешно. Но мы, наконец, выбрались. Поздравляю вас. Все, осталось, я думаю, идти напрямки. Потому что сейчас мы еще кружить тут иначе будем. Ах-ха-ха. Невидимая стена. А как было бы просто, если бы тут... Ай! Если бы тут был мост. Так, ну вообще, я думаю, что она в ту сторону. Давайте просто посмотрим, что здесь имеется. Здесь у нас имеется еще одна турель. Все-таки задело. Или это меня кусты задели, неважно. Главное, что попало. Так, а мы, слушай, мы отсюда попадем в эту. А из нее, интересно, попадем туда, нет? Я думаю, как минимум, стоит попробовать. Хорошо. Думаю, попадем. Это там наверху не огненный от ранах? Нет, это, по-моему, просто кто-то тлеет. Окей. Так мы не сберемся. Давайте попробуем и так. Иногда, как вы помните, да, здесь бывают провалы, так что я бы не гарантировал. Офигеть просто. Офигеть. Это вообще женщина, по-моему. Ох, золотые. Так, какая-то сволочь там есть? Или что это такое? А нет, это, похоже, сосуд просто. Но он там есть. Да, на. Давай, вставай. Так, допустим, эссенция магии. Ну, магии нам несить нужно. Хотя, пригодится. Так, подлечимся. Еще. 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 Еще почти все. Отлично. Фух. Что-то мне подсказывает, что мы из этой башни в ту не попадем. Но мы попадем во дворик, из которого можно будет уже попасть туда. Так что, все равно идем куда надо, по сути. Что-нибудь, да, получится. Так, этот путь вниз. Куда же он может везти? Под эти пещеры. А наверху у нас там... По-моему, та же самая ситуация, что была тут. Одна из этих. Тихо. Кто-то там определенный есть, но я не пойму, кто. Вообще, нам сюда как думать? Может, пойдем? Так, в темпе, в темпе. Ого. Это что? Баги! Что-то есть ощущение, что мне сюда не совсем надо. Ого, там еще кто-то есть. Я его не заметил в тюноте. Так, он у меня добрал. Понял. Нравится? Твою мать, ты что ты делаешь-то? Так, окей, что-то я тут проваливаюсь, и мне это вообще не нравится. Такое ощущение, что я куда-то чуть ли не за секцию разошел. Но мы пробрались туда, куда нам нужно, так что все окей. Единственное, что там с моим луком. Походу, ему хана на столах. Сломался, что ли? Ну да. Теневая охота. Быстро ломается, пипец просто. Так, у нас есть, конечно, молоточки, но я не думаю, что нашего умения хватит, чтобы его починить. Я постоянно забываю про то, что... Да, не хватит. А вот это починим. Окей, придется драться в рукопашную, то есть практически не встревать в бои, потому что рукопашная – это не наша сильная сторона. Так, с той стороны ходит еще кое-кто. Понял. Все будет не очень хорошо. Я уже вижу. Надо почаще чинить. А по сути, он буквально через полчаса ломается. Это настолько непривычно после Скорима. Так, нужно просто пробраться вверх. Как правило, мы через чертоги разлуки попадаем, но... Да, вот он, подъем наверх. То, что надо. Давай меч. Не подведи. На тебя вся надежда. Да, японом, мать ну, как же так? Охо-хо. Это серьезный замес сейчас будет. Отвернись, мать твою, за ногу. Не отвернется. Начну его лупить, набегут те... В принципе, у меня есть преимущество в скорости, но... Вот эта вот девушка, паучиха, может призвать... Свою мелочь. Тогда будет печально. Просто места может не хватать. Нормально. Окей. Так, ладно, еще выше. Я надеюсь, что выше. Никого. Ничего, не пропадем. Хорошо. Еще маленькой магии. Все, ладно. Давайте двигаться дальше. Самое главное, чтобы сейчас какого-нибудь от ранаха не было грозового. Вот это реально будет не очень хорошо. Грозовой. Твою мать! Ну вот. И он не один. Я слышу, что там еще одного. Ничего, в атаку. Какой у нас есть выбор? Это очень плохо. Тихо, тихо, тихо. У меня что-то же перекратишься. Свою мать твою. Хо-хо-хо. Да сколько у вас всяких хороших таких. Давай, иди сюда. На, получи. Так, хорошо. Ну давай, поп-копушка, не подведи. Смоляю, ступай за него. Одной мелочи меньше. Нам хорошо только то, что он очень медленный. Ага, очень, очень медленный. Так, держись. Так, держись. Как надо. Качественно. Ну как видите, теперь есть челлендж, но при этом все оправдываем. Сада Маза тут никакого не присутствует. Все в пределах разумного. Блин, лечилку надо получше. Я уже со всей определенности это вижу. Так, по новой. Сделаем на себя. А, все. А, все уже. Скотобаза. Это было очень умно. Так, тихо, 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 тихо. Вот это реально какой-то ковертопс идет. Твою мать. Летай, мать, твою мать. Летай, не без вас. Летай. Твою мать. Твою мать. Твою мать. ну как я глух что еще не слышу на попустила я вырываю твое сердце идиота кусок так мне нужно побольше здоровья потому что сейчас там будет еще сложнее да без лука я все-таки не так хорош как мог бы быть но с другой стороны меня честно радует что по крайней мере клинки у меня нормально работают окей почти готов в принципе можно и так пойти сохранимся так а кому по сути почти добрались ты один тут такой красивый нет походу да твои проблемы зелень ночного зрения как думаете использовать так это мне все нафиг не нужно это пригодится тогда я не пойду что-то не хочется отвернись я в этой части просто не очень привык так уровне то 2 это вообще бесполезно не очень привык действовать с кинжалом сделался поэтому не знаю когда дотянусь когда не дотянусь все больше луком так ну что последний подъем я чувствую вы знаете в этом даже что то есть определенно нравится один с кинжалом ускорим это было любимым занятием смотри какой чути переливается весь только это будет слишком просто хватаем сибирский камень потому что это невероятно и не хочу в этом участвовать о-хо-хо путь вообще-то было не понятно что то было с ним такое жабры но возможно когда-нибудь пригодится так что не знаю во время последнее время реально находиться интересно стало сейчас первым делом когда вы здоров спасибо когда первым делом выберемся отсюда нужно будет все починить это денег полно уйдет продать у нас принципе тоже хватает чего ну и где хранитель здесь его нет сюда родной неплохо стеклянная все уходим на ворота закрыты мне понравилось мне удалось закрыть ворота обливина левина теперь когда город безопасности нужно поговорить с графом на помощи бруми давайте сделаем это задание активно ну тут как бы если если что здесь около города были еще одни врата их тебе не нужно закрывать что даже походу нет давайте быстрее возвращаться ничего не вижу страшно реально хочу себе дом в этом городе потому что будет очень красивый город красивый и природа красиво как не что-то случилось врата ваша закрыла что случилось не за что досталось так спокойно спать не уходим привет прошу прощения не 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 ты удачного как продвигается твоя компания поистри так что у нас насчет помощи бруми теперь когда врата обливиона возле левина закрыты вероятность нового нападения снизилась я сделаю то о чем ты просишь и никто не упрекнет ли я вин в том что он не внес свою лепту в спасение империи ну хорошо почем у вас тут домик в городе некоторые вещи можно сказать только друзьям ладно потом разберемся с домик удачного тебе дня сэр рыцарь а теперь можно со спокойной совестью направляться в бруму и давать мартину зеленый свет на то чтобы он начинал это эпичное сражение тем более раз она будет не последним в игре потому что охота именно с этим совсем покончить ну в чей день ходе еще интересно разобраться с этим как там говорят дамского беспредела с тем что в городе творится там стража просто взяла город под свой контроль и реально происходит что-то нехорошее но первым делом нужно будет я между сериями или в следующей серии в начале починил все свое оборудование потому что это не очень хорошо то что у меня лук сломан он реально ломается что-то какой-то хрупкий через каждые полчаса но в общем займемся мы этим в будущем но пока что это все я считаю интересной серии потому что обливин в последнее время стал реально каким-то атмосферным раньше он был просто поп разрывающим а теперь в нем интересно страшновато но при этом очень увлекательно ходится это я думаю неплохо так что на этом все увидимся с вами был артур всего хорошего пока-пока-пока continua субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok к уйдку субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»